Всем привет, с вами Citizen. Сейчас абсолютно всех нас интересует распространение конкурса и судьба планеты в условиях этой мировой пандемии. Инфекция за очень короткий срок успела поглотить все страны мира. На данный момент насчитывается больше 3 миллионов подтвержденных случаев заражения. Россия входит в десятку стран с самым большим количеством зараженных. На момент записи этого видео у нас их около 60 тысяч. Но в этом видео мы не будем с вами говорить об этом. На ютубе куча роликов про это. В этом видео мы с вами поговорим об историческом опыте России, условиях мировых пандемий и эпидемий, как люди справлялись с ее последствиями, какие решения принимали и, главное, какими способами ее победили. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Первой сильной мировой пандемией, которая коснулась России, была всем известная вторая пандемия чумы, или же, как ее еще называют, черная смерть. Ее пик пришелся на 40-50-е годы XIV века. На карте распространения этой пандемии чумы можно увидеть, что первичный очаг эпидемии располагался на северном побережье Каспийского моря. Из северного побережья Каспийского моря зараза распространилась сначала на западную часть полуострова Малая Азия и Грецию, затем в саму эту Малую Азию и на Балканы. Из Балкан в южную часть Европы и из южной части Европы во всю Европу, включая Англию. И вот только потом, в 1352 году, в Новгородское княжество. Первым городом, в котором появилась инфекция, был Псков, так как он был центром русско-европейской торговли, а в Европе в то время уже полным ходом свирепствовала чума. В панике, не зная и не видя никаких мер для защиты от этого бедствия, жители Пскова обратились в Новгород к архиепископу Василию с просьбой посетить Псков, ослужить там молебен и благословить город. Ну, как говорится, мужик сказал, мужик сделал, и уже в конце мая он прибыл в Псков, обошел город и через несколько дней отправился обратно в Новгород. Но по дороге умер от этой самой чумы. Тогда новгородцы устроили ему торжественные похороны, на которые пришли очень огромное количество людей, чем, в общем-то, сами себе и навредили, ведь после этого чума распространилась теперь уже и в Новгороде. А в течение нескольких лет после этого мигом разнеслась по всей Руси. Смертность была огромной, умирала от 70 до 150 человек в день. К тому же, медицина в 14 веке, сами понимаете, была на очень низком уровне, и гораздо сложно было противостоять пандемии. Однако, уже к середине 50-х годов 14 века распространение чумы пошло на фактический спад, так как в определенный момент бактерия начала эволюционировать и лишилась части ДНК, которая делала ее такой заразительной. В итоге, черная смерть потрясла, ну, все, что только она могла потрясти. Она повлекла за собой большие демографические и экономические последствия. В Европе, считая Россию, в ней погибло около 23 миллионов человек. Это 31% от всего населения, только вдумайтесь в эти цифры. Второй пример страшной эпидемии, которая забирала в жизни тысяч людей, была эпидемия чумы в России 1654-55 годов. Она захлестнула русское государство совершенно неожиданно. Когда чума была занесена в Москву, город охватила паника, бежавшие из него люди разносили болезнь вглубь страны. И уже в сентябре 1654 года эпидемия охватила почти всю центральную часть России. Также свирепствовала в Казани, Астрахани и в Речи Посполитой, с которой Россия тогда вела войну. Но, в отличие от 14 века, в середине 17 века, хоть какие-то существенные меры по борьбе с эпидемией, хоть и не самым удачным образом реализованы, но принимались. Власти хорошо понимали опасность этой эпидемии, поэтому главным инструментом властей, как и в других европейских странах, были карантины. А не какие-нибудь вам каникулы с сохранением заработной платы? Предлагаю на следующей седмице предусмотреть вакации с сохранением жалования. Блокировали зараженные населенные пункты и районы, расставляя на дорогах заставы и препятствия. Это не помогало, так как люди все равно находили способы, как нагнуть систему. Некоторые места массовых захоронений обносили высокими наглохо заколоченными заборами. Патриарх и царская семья благополучно съехали из Москвы в Новгород, до которого эпидемия так и не добралась. Их примеру последовали бояре и высшие чиновники. Они тоже уехали из Москвы в другие незараженные города. Заболевших в большинстве случаев оставляли без помощи и ухода. Врачи обслуживали только царский двор и армию. К осени 1654 года эпидемия в целом удалось остановить. Чума не проникла на запад и на северные территории России. Хотя в январе следующего года непогашенные очаги привели к тому, что чума вспыхнула вновь. Ее масштабы были куда скромнее, и Москву зараза уже не коснулась. На 7 миллионное население русского государства, по мнению исследователей, во время чумы 1654-55 годов умрело от 300 до 700 тысяч человек. При этом вымерло более 85% населения Москвы. А так кто ж теперь плитку новую будет накладывать в следующем году? Еще одна вспышка того же заболевания поразила Россию в конце 60-х годов 18 века. Дело в том, что в 1768-74 годах проходила война России с Османской империей, закончившаяся тем, что Россия получила выход к Черному морю, но в зону военных действий проникла возникшая из Турции чума. Итак, немного хронологии. Чума заражала военных, многие из которых были ранены, а раненые солдаты на войне шли лечиться в лазареты. Некоторых из них увозили в Москву, в военные госпитали. Тем самым зараза распространялась по Москве, а потом уже и по другим городам страны. Но все же основной удар чумы приняла Москва. В ней началась самая большая вспышка эпидемии. Крестьяне, узнавшие об эпидемии, отказывались ввести в Москву продукты. В городе начался голод. Ну а графы, бояре и императорская семья, да и вообще все, у кого была такая возможность, разъехались по своим умениям в другие города. Москву, по сути, оставили вымирать. Народ пытался спастись молитвами и обращениями к чудотворным святыням. Наиболее почитаемой из них была боголюбская икона Божьей Матери. Она находилась в церкви у варварских ворот Китай-города. По Москве прошу слух, что если поцеловать ее, то болеть пройдет, и все оставшиеся горожане стремились приложиться губами к реликвии. Но в 1771 году московский архиепископ Амвросий запретил проведение этих молебнов в избежание распространения чумы. Ну а люди просто взяли и устроили бунт, в ходе которого убили архиепископа. Это событие вошло в историю как чумной бунт. Точное количество жертв пандемии подсчитать довольно трудно. Оценки историков варьируются в пределе 100 тысяч человек. И последним примером существования России в условиях мировых эпидемий и пандемий стала эпидемия испанки. Испанский грипп появился в ходе Первой мировой войны. Среди солдат, которые жили и воевали в условиях полной антисанитарии. Но военная цензура тщательно скрывала появление нового гриппа. И красивое название испанка эпидемия получила, потому что первые вести о ее появлении пришли из Испании, которая в это время вообще была нейтральной страной. Конкретно в России от этой эпидемии погибло около 3 миллионов человек. Проникнув в раздираемую гражданскую войну страну в августе 1918 года, испанка прошла через территорию Украины, особенно сильно ударив по Киеву. И через территорию Беларуси добралась до Москвы и Петрограда, в котором заболел каждый второй житель. На самом деле, довольно странно, что уже через два года испанка полностью стихла. В таких условиях, в которых находилась тогда Россия, она могла бы продлиться еще многие года и переубивать бы половину населения страны. Ведь помимо эпидемии была еще смертоносная гражданская война, демографические и экономические проблемы, голод и так далее. То есть получается, что даже самые сильные и жуткие эпидемии и пандемии, да еще и в таких условиях, не могут длиться так долго. Из этого вытекает вопрос, сколько продлится нынешняя пандемия? Она ведь проходит в гораздо более лайтовых условиях. Напишите свое мнение об этом в комментариях. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось. Также советую заглянуть на мой второй канал, ссылка на который будет в описании. Всем пока!